Доброе утро, мои дорогие! Вчера вообще не делала влог, извините, занята, работала очень много. Сегодня Игоря день рождения, я сейчас только встала, вот выпрямила челку, сейчас пойду покупать свечки и торт ему. Он вчера, мы, на самом деле, помните, да, торт ели, я ему показывала, и он подумал, что тот торт там просто так взяли, потому что были тогда буки, и он был очень дешевый. Он подумал, что это на его день рождения был торт, и мы его съели. И он вчера такой говорит, до рождения еще не ступило, мы торт уже доели. Ну и все, я ничего не стала говорить, потому что, на самом деле, я отложила ему на тортик небольшой, и свечки хочу купить. Вот, сегодня еще также буду готовить праздничный ужин. Что у меня с губами? Все шелушится. Вот, сегодня буду готовить праздничный ужин, так что мне сейчас быстренько надо сразу с утра сходить, смотаться, потом прийти работать, потом закончить раньше, все приготовить до его прихода, чтобы он пришел уже, у меня все было готово. Ужин, немножко нарядить хочу, ну, в кухню мы сядем. И, в общем, дел куча, надо было скорее все делать. Я еще чуть-чуть, как бы, дольше поспала, чем планировала, блин. Ну все, сейчас уже бегу. Я уже иду в фикс-пресс, на улице прохладно, так много людей, но они смотрят. Так что я пойду. Купила я вот такие вот шары и вот такие вот свечки из награждения. Иду сейчас за тортиком в магнит. У нас сегодня пасмурно. Я уже дома, ребят. Вот купила вот такие шары фикс-пресс. Кстати, клевые. Такая упаковка из шести штучек. Вот они разноцветные. Сейчас покажу вам. Синий, оранжевенький. Красненький, зелененький. Вот такой вот еще. Смотрите, прикольный такой принт. Хорошо напечатанный с днем рождения. Тут типа тортик. Мне нравятся. Вот такие большие. Я просто немножко не могу. Но если честно, есть немножко такой запах какой-то. Такой резиной противный. Но я думаю, он выветрится. Ну, ребят, свечки. Вот такие с днем рождения. Буковки. Сейчас у меня никогда такие свечки. У меня никогда таких свечек не было. Думаю, Игоря тоже хочу вот такие вот свечки поставить в тортик. Потом вам все уже покажу, как-то стол будет накрыт. Сейчас я побегу работать, ребятушки. Всем вам тоже плодотворного дня. Я себе готовлю такой завтрак-обед. Я не знаю, как это назвать. Если уже 2 часа дня, и я еще ничего не кушала. Закипел мой чайник. Буду пить чаечек с бутербродиками. Вот. Что-то как-то работа сегодня не очень прет. Вот. И, блин, времени тоже много сегодня потратил. Вот он в магазин пока сходил. Короче, что сегодня не очень плодотворно. Ну, ладно. Тем более, у меня еще раньше надо закончить. Убраться, сготовить. У меня такая пельта грязная, ребят. Ужас. Убраться. Я уже фарш достала, кстати. Убраться, приготовить надо. Привести себя в порядок. Украсить все. Накрыть стол. Ужас. В общем, кто кушает вместе сейчас, она и вы пьете чай. Вам тоже приятного аппетита. Когда перекушают, будут дальше работать. Ребят, представляете, у нас опять нет света. Да. И я опять сижу, и я не знаю, чем мне заняться. Здорово, так смотрится. В общем, дело в том, что когда в тот раз отключали свет, это была такая глобальная проблема в Краснодаре. Отключали почти что везде. Так везде в течение суток дали. А в нашем ЖК нифига. И вторые сутки тоже не было света. Здесь постоянные проблемы со светом. Если вы заметили, я очень часто даже об этом говорю, что вот у нас нет света, у нас нет света. На самом деле это ужасно, потому что если нет света, это первое, я не могу работать. Второе, это меня очень подводит. Второе, это я не могу там ничем заниматься, потому что нет света, естественно, нет интернета. Потом, дело в том, что так же еще и нет у нас, так скажем, еды, потому что плита у нас электрическая, я ничего не могу сготовить. Это мой урод. Ничего не могу сготовить. И так же у нас нет воды, я не могу ни искупаться, ни упоркой заняться, ни просто там даже попить воды, если нет запасов. Ну, в общем, ужасно в этом плане. Нас очень это расстраивает, потому что особенно сегодня, потому что я и так сегодня днем прокрутилась там, с магазином. Я думаю, буду сидеть запоздна, ну, сидеть, работать в упор, потому что мне еще нужно сготовить ужин. Я уже начистила картошку, я уже приготовила, мы хотим, ну, мы хотели, я не знаю, что будет со светом, хотела я сделать картошку с фаршем, в духовке с сыром. У Игоря день рождения, такой денечек, как бы, блин, праздничный, а у нас нет цвета, у нас нечего поесть, если вот цвет не дадут, у нас даже нечего кушать, потому что все нужно готовить. Макароны, гречка, там, плов, картошка та же, как ее есть сырое, у нас ничего из готового особо-то нет, даже яйца сырые, только кусочек сыра, и то, блин, грызть морковку капустой. В общем, я в шоке, потому что у нас ничего нет, и то, что мы будем кушать, неизвестно, и каких-то денег лишних нет, чтобы, грубо там, пойти куда-то поужинать в честь дня рождения. Ну и вообще, я очень расстраиваюсь, потому что вот мне опять приходится сидеть в этой темноте, в этой скучноте, вместо того, чтобы я занималась действительно нужными делами, потому что они у меня есть, и у меня много дел сегодня, опять меня подводят, и кошмар, это очень, ну и ничего делать не сможешь, потому что Игорь, я сказала, он позвонил, сказали, пока никакой информации. В смысле, никакой информации, когда вы дадите, и что это вообще такое, сбой? Ну, слишком часто у них там сбой, что же у них тогда, за оборудование, с Алиэкспресс стоит, что ли? Я не знаю, просто вот в таком негодовании, и что делать? Может быть, кто-то мне из моих подписчиков подскажет, в этой ситуации можно ли куда-то написать какую-то жалобу, может быть, чтобы впредь такое было не так часто, потому что очень часто отключают в месяц, около пяти раз, даже более. так что вот такие расстройства. Вчера мне интернет подводил в плане работы, сегодня и свет. Ладно, не знаю, буду сидеть грустить, не буду сажать телефон. Надеюсь, что скоро дадут, потому что у меня уже все продукты приготовлены, мне нужно готовить. Такая вот у нас пасмурная погода, самолет пролетел, хотела вам заснять, из-за облаков его не видно. Так, гудит сильно, страшно. Я надываю шарики уже, что терять время решила я, сейчас буду украшать, буду украшать в кухне, потому что мы будем там садиться кушать, хочу там. Вот такой шарик, с днем рождения, грешка! Мне пришлось включить фонарик для вас, чтобы показать вам шары. Это отдельный шарик мой, он с рыбками, а вот шесть шариков, просто не хотела число шесть, чтобы было. Смотрите, это шары, еще раз повторюсь, с фикс прайса, они офигенные, ребят, такие яркие цвета, мне так они нравятся, я прям всем рекомендую, они очень большие, достаточно шары. Смотрите, с днем рождения, написано, вот такие шесть цветов, тут желтый, зеленый, так похоже. В общем, классные, я буду вешать сейчас, наверное, но у нас так и цвета. А этот вот шарик, это уже мой отдельный, у меня такие с рыбками были, Игорь, и я, мы просто рыбки по гороскопу, это решила такой, седьмой шарик надуть. Ладно, ребят, пойду вешать шарики, пока еще светло, а то уже темень. Вот я сейчас фонарик отключу, вы видите, как у нас темно. Видите? Вот так вот у нас темно. Брестлик, кстати, почему-то вон у меня боится шариков. Правда, они немножко неприятно пахнут. Есть такой, какой-то запах у них, такой резины. Зато они очень классные, и за 50 рублей 6 шаров, таких больших, красочных, таких разнообразных, по цветовой гамме, прям супер. Всем рекомендую. Дали свет. Сейчас пойду уже начинать готовить, и сейчас покажу вам, как все там в кухне украсила. Это совсем не нравится. Нам дали свет, и опять выкручили. Сейчас опять дали. Надолго ли? Дур-дур. Давайте я вам покажу, как я повесила шарики. Вот так вот они выглядят. Такие цветы классные. А этот шарик вот здесь. Он не то, чтобы лишний, просто как-то четное число мне не хочется дарить, и говорю. Вот такие вот шарики я повесила. Здесь сейчас буду все рабочее убирать. Надо мне посуду, плиту помыть. Надо будет наставить готовить, и еще нужно купаться. Надеюсь, в этом проблем не будет. Я уже отправила в духовку картошечку с фаршем. Готовится уже как-то мутно. Вам видно? Достала тортик. Сейчас буду в него вставлять спички. Я заранее приготовлю, потому что потом я закружусь. Лучше я сразу сделаю. Вот я поставила свечки. Получится вот так вот с днем рождения. Мне очень нравятся. Очень такие цветные. Они прям так классно смотрятся. Такие иногда веселенькие буквки получились. Не совсем ровно прям. Но мне тем самым и нравится. Классно. Я думаю, Игорь был задоволен. Сейчас я убираюсь, и салатик уже сделала. Сейчас бегу купаться и приводить себя в порядок. Вот сейчас хорошо видно, что цвет волос у меня не совсем прям сильно темный. Вот видите, здесь вот у меня другие локоны. Кстати, как-то у меня кто-то спрашивал в инстаграм, по-моему, как получается такие клевые локоны просто простым выпрямителем. Получается, вот я его зажимаю и в противоположную и в противоположную сторону делаю. В общем, все просто. Видите, какой цвет? Мне нравится. Интересный цвет. Такой вот с переливом. Ладно, ребят, я собираюсь. Я пока только поставила стол, ноубок, сюда стала флажеры. Шарики радуют даже меня. Здесь у нас картошечка. Сейчас я еще посыплю сыром, но пока еще рано. Так вроде все готово. Я тоже уже собралась. Сейчас буду выбирать комедиклаб. Мы будем комедиклаб смотреть. Такая вот у нас тут атмосфера. Шарик тут еще один. Кстати, давайте я вам покажу. Реслик. Здесь я тоже все убралась чистенько. Реслик. Ну, будем мы горешку поздравлять? Да? На самом деле вот такая вот и сегодня. у меня такие зелененькие сережечки, зеленый макияж. Так вот вам покажу. Вот, накрутилась я. Я в своем любимом платьишке. Вот, жду горешку. В общем, он уже едет. И сейчас он уже, когда выйдет из трамвая, будет идти пешком, то я поставлю, доготавливается картошку, посыплю ее сыром. Что еще? Уже куча звонков. Игорь сестра уже хочет с ней пообщаться и поздравить в скайпе. Я сказала, что попозже. Моя мама тоже звонила. Как ни странно, мои родители тоже хотят его поздравить. Наверное, это первый раз. Вот, мои родители хотят поздравить. Я знаю то, что брат Дима уже с утра поздравил Игоря. Вот, наверное, тоже. Я думаю, нам позвонит вечерком. Он сегодня с второй половинкой идет там в театр, насколько я помню. Так что, думаю, с ним тоже созвонимся. Он еще раз с Игоря поздравит. А так, папа Игоря тоже названивает. Я знаю, что Игорь говорит, блин, не успеваю, на работе кричусь, не могу даже ответить. Вот, так что, такая вот приятная суета. Я вообще обожаю день рождения. И когда мы с Игорем только начали встречаться, он мне рассказывал о том, что он вообще день рождения свои не любит, потому что он особо их не отмечает. Не всегда есть тортик, и никто ему не дарит никаких подарков особо. И вообще, он говорит, ну, обычный день. А когда мы с ним стали жить, я каждый год пытаюсь его чем-то удивить. Я пытаюсь сделать для него день этим. Этот день очень памятным, очень веселым. чтобы он действительно понимал, что, да, остальные дни тоже можно радовать, да, но день рождения, если бы не этот день, то не было бы на свет нас. Это же наш такой святой праздник, день рождения, как можно его не любить? И я, знаете, честно, очень сильно хочу, чтобы Игорь тоже любил этот праздник, потому что я безумно счастлива, что он появился на свет в этот день, и что он вообще на свете есть, и что я его встретила, поэтому для меня его день рождения, он не менее важный, как и мой день рождения, поэтому я всегда стараюсь накрывать стол, быть празднично одетой. Сейчас его тоже, сейчас его тоже одену в рубашечку, чтобы мы пофотографировались на память. Я обожаю снимки с дня рождения, мне кажется, это вообще просто классно. С тортиком надо фотографироваться, чтобы потом эти фотографии распечатать в альбом, показывать детям, а вот, мне было 27, кстати, Игорь исполняется, исполнилось сегодня 27 лет. Ой, кошмар так много. Вот, он старше меня на 3 года. Что еще вам рассказать? Я проветриваю, весь и лаком пахнет, и моими духами, и шариками, в общем, все, а, еще и картошкой с фаршем, все запахи смешались, и вообще, конечно. Вот. Я думаю, Игорь будет рад, что для него я так вот собралась, выброшу, покрасила. Вот, уже, наверное, это он написал. Игорь уже пришел дома, купается. Я его пока на кухне запускаю. Вот, сейчас мы хотим немножко фотографировать, но зайдем, я там покажу, фотографируемся и пойдем кушать. Это видео. Жень, это специально, я знаю. честно. Вот, всем привет, это Игорь Иванова. Короче, пишите в комментариях поздравления. Вот, ну что, уже готов, я наложила. Господи, что это? Что-то у нас занавеска, да, наверное? Да, у нас упала занавеска. Это горешка тут ходит, таскает сыр. Вот мы наложили тут на салатик, картошечка с сыром и с фаршем, комедик, холлап, и мы сидим с окошить. Вот, я зажгла свечки и горешки. Сейчас он будет их зазывать, да? Упало что-то. Мощно ты. Спасибо. Нет, это ты сейчас ешь, а это я завтра в утром. Мы уже собираемся ложиться спать. Ну, немножко в телефон полозим. Хочу всем пожелать сладких снов. Всем спокойной ночи. И если у кого-то сегодня тоже было день рождения, то тоже возднем рождения. Всё, всем пока. ПОДПИСЫВА Israel и как у кого-то тоже идут. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова